итак друзья доброе утро давайте наверное будем потихонечку начинать еще раз пожалуйста как меня слышно поставьте плюсики если слышно будем говорить про слышно хорошо но замечательно и так давайте время нас 12 часов вебинар наш начинается и давайте мы сегодня с вами просто пообщаемся просто познакомимся просто поговорим потому что на самом деле я хочу сегодня вебинар провести немножко по другому он будет будет более личный чем когда бы то ни было я лично сам люблю истории вообще у нас с вами бизнес млм и вообще сетевой маркетинг и вообще то что то чем мы занимаемся это историческая историческая работа то есть мы все у каждого из нас есть своя история поэтому давайте поскольку тема сегодня трансфер факторы глазами практикующего врача вот мы с вами и поговорим первое кто такой этот врач потому что люди все разные и во вторых каким образом каким образом он дошел до понимания важности трансфер фактора поэтому давайте сегодня немножечко расскажу о себе более подробно в начале нашего вебинара и так и так начнем как всегда с детства с детства сколько я себя помню у меня всегда были мысли о том что я буду заниматься врачеванием то есть я мечтал о медицине с детства не знаю откуда это взялось потому что в роду у нас врачей нет я по крайней мере об этом ничего не знаю но на самом деле вот такой факт всегда сколько я себя помню я точно знал что я буду заниматься медициной это началось с детства начальная школа жизни у каждого из нас она интересная вот то что было это был город свердловск когда еще сейчас он екатеринбург вот занимаясь школе меня тянуло к естественным наукам вот это вот олимпиада по химии вот это вот демонстрации вы помните у нас были самые главные праздники это 7 ноября и 1 мая вот это вот участие в конкурсах художественной самодеятельности наверное это тоже было полезно а самое главное это наша красивейшая река часовая наша природа посмотрите какая красота я знал что я буду заниматься медициной я готовил себя к этому всегда институтские будни поступил институт вот пожалуйста кому это знакомо вот посмотрите это лаборатория это еще первый курс это сдача экзамена по над нормальной анатомии вот это первая пятерка тогда была на первых курсах я еще бывал и получал не очень такие хорошие оценки будем так говорить тройки четверки на потом уже где-то к пятому шестому все это наладилось и там все пошло исключительно на отлично мне было просто очень интересно а вот это уже другой вариант это другая другая сторона нашей жизни это то чем мы занимались институтские годы то чем занимались всегда это что в принципе мне очень сильно помогает наверное помогает любому человеку это труд это физический труд это колхоз это картошка куда мы все ездили нынешние студенты этого лишены как я понимаю это это стройотряд ну и занятия спортом 10 лет занимался каратэ тренером свое время работал это мне очень сильно помогло в жизни сейчас по этому пути идет мой сын вот такие вот этапы пути а вот это дальше после окончания института я работал на скорой помощи работал участковым врачом а потом меня призвали в армии 10 лет службы в армии от начальника медицинского пункта полка до начальника неврологического отделения окружного госпиталя для тех кто понимает это на самом деле довольно сложно потому что как правило не пересекаются пути у тех кто работает в полковой медицине и у тех кто работает в госпитальном звене мне удалось пройти этот путь и перейти переступить этот барьер и в общем и мне это пошло очень это такая большая большая школа жизни школа общения с людьми потому что когда ты хочешь чего-то добиться когда ты хочешь это добиться нужно воспитывать определенные свойства характера вот поехали дальше занимаюсь уже медициной еще участие в институте я ну во первых где в детстве меня много было болячек честно говоря я больной был в детстве я помню все свои ощущения детские мне ставили уколы у меня была чуть ли не клиническая смерть от антибиотики в годовалом возрасте мне давали сульфаниламиды у меня все время были какие-то гадкие заболевания у меня я был очень слабым у меня были меня укачивало от любого абсолютно это пребывание в автобусе в машине и так далее вот и я с этим конечно боролся но как боролся на предыдущих страницах вы видели это было очень так показательно вот но на самом деле занимаясь медициной я видел все недостатки потому что медицина наша при всей своей действительно значимости она имеет достаточно много слабых мест то есть без без я думаю что вы все прекрасно понимаете наша медицина она симптоматическая в первую очередь она лечит симптомы проявленных заболеваний есть несколько подходов к здоровью человека к восстановлению его есть подход именно такой каким идет путь путь по которому идет западная медицина а есть подход восточной медицины это подход целостный это тогда когда не пытается найти какое-то заболевание вылечить его пытается сделать сами основы организма более крепкими все системы которые отвечают за восстановление и поддержание здоровья должны работать это называется уже альтернативный подход это восточный как правило подход вот этот подход стал мне присущ будем так говорить с первых месяцев обучения в институте дальше после окончания после демобилизации из армии мы начали работать самостоятельно разработали собственные методики касающие восстановления здоровья касающиеся в первую очередь восстановления тех нарушенных функций которые необходимо восстановить для того чтобы организм работал правильно то есть создать условия в которых организм излечивает себя сам вот этим мы занимались этим мы занимаемся и по сей день что было дальше а дальше я увидел бат на самом деле это не так было просто потому что я же профессиональный врач и всегда пытался научить учить людей учить лечить людей более эффективными способами вот а тут какие-то дистрибьюторы каких-то сетевых компаний все время когда у нас уже появился кабинет прибегают ко мне врываются и говорят вот пей наш наши добавки и все и все твои больные будут здоровы и ты будешь весь в золоте и так далее естественно когда на меня вот так извините наезжают мне это не очень нравилось что было дальше ну а дальше у меня появился собственный опыт один из моих пациентов который пришел ко мне на костылях картинку предыдущую увидели действительно так оно и было он пришел реально на костылях я его лечил целый месяц что-то у него не очень хорошо все это получалось тем не менее через месяц он ушел без костылей но признаки заболевания у него оставались прошло два три месяца он вернулся ко мне пришел здоровый абсолютно без всяких тросточек без всяких признаков заболевания меня это очень удивило и когда он мне сказал что он вылечился благодаря тому что он пил какие-то там бады я это воспринял как личное оскорбление могу точно вам сказать я же врач профессионал тут какие-то дурацкие бады в институте тогда нас этому не обучали а результатов до сих пор я сам таких явных которые бы меня убедили не видел я увидел результат и подумал а может быть я что-то в этой жизни не понимаю наверное нужно что-то еще делать для того чтобы чтобы помогать людям если бады так хорошо действует на моего пациента может они на кого-то другого хорошо подействует я поехал чтобы разобраться в этом вопросе учиться москву то есть я закончил курсы это не курс это было действительно повышение врачебное повышение врачебной квалификации это была фармаконутрициология вот и там я познакомился с владимиром абдулаевичем дадали там честно говоря мы познакомились с такими ну авторитетнейшими учеными с такими людьми которые для меня это было честно говоря потрясением такие серьезные люди занимаются таким несерьезным как мне тогда так как мне казалось делом как биологически активные добавки но я убедился в том что это так мало того я попросил тогда был академик новицкий такой альберт александрович у него было 16 кандидатских и 6 докторских диссертаций в направлении которая называлась которая называлась ну как системный подход именно к здоровью системные причины возникновения заболеваний то есть это хроническое хроническое нарушение адаптивных механизмов в связи с тем что у нас наша жизнь вредна и у нас не хватает витаминов и минералов у всех вот и вот это вот такое интереснейшее направление подошел к альберту александровичу и спросил вот ваши диссертации читает только узкий круг специалистов и это не выходит за пределы знаний определенного узкого круга а это же надо знать всем можно я напишу в простой форме об этом он сказал конечно конечно пиши потому что действительно это нужно всем потому что мы должны быть более здоровым и мы должны нести знания здоровья и вообще между прочим когда я познакомился близко с вот этими очень серьезными учеными которые занимаются вот такими интересными делами как фармаконутрициология это институт питания я познакомился с ними лично с очень многими меня честно говоря поразила их искренность в первую очередь они не говорили о каких-то деньгах ни о чем они вот просто очень горели за свое дело за свои открытия которые они и совершали ежедневно они болели за людей которые 95 процентов населения россии постоянный витаминный минеральный дефицит вы представляете я написал тогда книгу которая называлась витамины и минералы сейчас таких книг навалом но в 99 году 1900 это было в общем достаточно редкость большая но я эти теории все которые изучал там осветил книга это до сих пор кстати издается вот витамины и минералы для вашего здоровья там еще было много основных теорий вот этих медицинских системных которые говорят о том что суть то простая сделай в организме условия благоприятные для работы внутренних систем создай эти условия и ты не будешь болеть все очень просто на самом деле вот по такому пути мы и пошли занимаясь достаточно длительное время применяя биологически активные добавки в своей практике мы столкнулись с некоторыми интересными ситуациями ситуации связаны были с чем с тем что общаясь с дистрибьюторами компании которые предлагали какие-то БАДы мы обязательно где-то в кулуарах слышали разговоры о том что несмотря на применение БАД ну витаминов минералов ну трецептиков я ведь об этом говорил я это в этом книжке писал несмотря на все на это люди умирают от рака гораздо раньше не помогает это не всегда это помогает у людей есть очень серьезные проблемы с сердечными заболеваниями не помогают обычные БАДы в целом они конечно безусловно обязательно нам нужны организм работает лучше но есть ситуации когда они не помогают и вот тогда именно тогда произошла моя встреча с трансфер-фактором ну собственно не моя встреча я очень благодарен и всегда буду благодарен Кутузовой Надежде Степановне за то что она тогда позвонила мне и спросила ты что-нибудь слышал о трансфер-факторах я ей сказал нет вот вы представьте я вроде бы специалист книжки пишу уже много написал там и много изучал ездил по всей стране с лекциями по поводу там биологически активных добавок внутри цептиков я ничего не слышал о трансфер-факторах между прочим чуть позже я у себя в столе в собственном столе в собственном кабинете обнаружил книгу касающуюся трансфер-факторов и первой рекламной информации которую мне принесли где-то примерно за год до этого разговора однако я на нее внимание никакого не обратил я положил стол и забыл напрочь и только потом достал а вот это тоже очень интересный момент ведь нужно чтобы вам сказал об этом тот человек которому вы доверяете тот человек который имеет для вас какой-то кредит доверия очень высокий Надю Кутузова я знаю давно и я ей доверял абсолютно потому что это человек абсолютно искренний и никогда никого ну нет абсолютно никакой вот этой вот способности обманывать других людей это было очень показательно и она мне прислала информацию ту которую вы все наверняка знаете это инструктивно-методическое письмо Минздравы это разные отзывы о применении трансфер-факторов это сейчас у нас хорошо у нас есть чаты у нас есть социальные сети а тогда же ничего этого не было все это передавалось только в таком виде честно скажу я читал это все я читал вот эти все эти отзывы и меня это несколько раздражало знаете почему а вы придите на презентацию любой сетевой компании что вам там скажут они скажут несомненно что наш продукт исключительно эффективен лечит абсолютно все то есть они скажут примерно те же самые слова что были написаны здесь и вот попробуйте определить но я то профессионал я стал копать глубже и вот тогда когда где-то недели две я искал всякие негативы но честно говоря я их не сильно нашел вот но все равно меня это раздражало потому что у меня есть определенный авторитет и потерять его очень легко так вот что произошло дальше а дальше я докопался до инструктивно-методического письма Минздрава и установил что на самом деле что такое письмо Минздрава для советского российского врача это не что иное как руководящий документ руководящий а я же в армии служил руководящий документ значит надо им руководствоваться я его изучил и меня это честно говоря пробило почему потому что я осознал насколько это значимый продукт ведь до этого я людям постоянно с лекциями ездил писал книги я постоянно говорил о чем пейте биологически активные добавки пейте нутрицептики и будет вам счастье ну условно говоря в любом варианте вы очень сильно поможете своему здоровью и все время я сталкивался с ситуацией когда не всегда это помогает не всегда достаточно одних витаминов и минералов вот а тут вдруг пазл сложился вот именно поэтому поэтому последнюю книгу которую мы с Юлей написали она на мой взгляд наиболее удачная называется она трансферфактор ключ к здоровью это ключевое звено это самый главный самый ключевой элемент который всю картинку складывает воедино конечно витамины и минералы нужны но все проблемы они не решают потому что помните пожалуйста о том что у нас есть 90% клеток нашего тела вот и 90% клеток нашего тела нуждаются в витаминах и минералах каждый божий день это действительно так витамины и минералы никто не отменял но иммунная система нуждается совсем в другом она нуждается в информационной поддержке она нуждается в том чтобы организовать ее работу именно этим и занимается трансферфактор мы с вами чуть-чуть подальше подальше об этом посмотрим трансферфактор изучен на сегодняшний день он включен в регистр лекарственных средств России пожалуйста трансферфактор на сегодняшний день и исследован очень хорошо меня как профессионала ведь сегодня мы рассматриваем с точки зрения именно профессионала с точки зрения практикующего врача что может действенным быть а вот что пожалуйста додали Владимир Абудалаевич рак и другие исследовали трансферфактор когда при больных остеомиелитом остеомиелит это тяжелое гнойное заболевание которое на самом деле очень тяжело лечится так вот что было получено посмотрите положительная динамика сокращение сроков реабилитации в послеоперационном периоде положительное иммунотропное воздействие увеличение продукции иммуноглобулина стимуляция фагоцитарного звена иммунитета и так далее то есть вы видите вот это вот отчет который получил тогда Владимир Абдулаевич дальше у больных апистархозом Нина Валентина Карбышева исследовала и другие ускоряет элиминацию антигенов апистархиев ну тут все написано медицинским языком кому интересно вы пожалуйста почитайте в любом варианте это однозначное подтверждение того что трансферфактор действует и действует очень хорошо для врача это не что иное как конкретное доказательство псориаз генитальный герпес пожалуйста все это изучено проведены массы клинических испытаний вот вот пожалуйста это уже практика которая получена именно теми специалистами врачами и не врачами которые занимаются трансферфактором которые занимаются тем что они помогают людям восстановить свое здоровье пожалуйста что такое псориаз аутоиммунное аллергическое заболевание которое на самом деле очень очень плохо лечится вообще аутоиммунные заболевания они не лечат чтобы вы знали они не лечатся вообще то есть наша медицина что предлагает она предлагает пациенту человеку у которого подобные заболевания есть ну каким-то образом жить с этой болезнью то есть для этого специально предназначены те для этого специально предназначены лекарства которые применяются лекарственные препараты. Ведь вы помните, наша медицина в том виде, в котором она сейчас существует, это симптоматический подход к лечению. Это не лечение причины, это лечение следствия. А поскольку причина аутоиммунных заболеваний является слом иммунной системы, то здесь, безусловно, что бы то ни было сделать, крайне сложно. Трансфер-фактор восстанавливает именно это. Восстанавливает самое главное звено аутоиммунное. Когда я осознал это, я на какое-то время перестал спать. Аутоиммунных заболеваний, 123 наименования на сегодняшний день описано. Пожалуй, ни одно из них не лечится. Все они протекают крайне сложно, с большими обострениями. У нас с вами есть реальный совершенно путь к лечению этих болезней. Что дальше? Пожалуйста, педиатрическая практика. А детей? Сколько приходит к нам детей? Сколько детей? Мамы постоянно... Мама, кстати сказать, с ними врачи работают очень так это достаточно как правило агрессивно. Они начинают на них наезжать, начинают их пугать и заставлять их самые разные вещи делать. Делать прививки, какие-то лекарственные препараты давать и так далее. Ну а мама, естественно, у мамы что самое главное в голове? Это ребенок. Это естественно совершенно. Это правильно. И мама за своего ребенка готова отдать все. Ну, когда через какое-то время приходит понимание того, что не все хорошо, не все помогает, то некоторые думающие мамы, слава богу, таких становится все больше и больше, начинают искать альтернативные подходы к этому делу. И слава богу, многие из них приходят и сюда к нам. Результаты мы видим. Результаты мы видим. Результаты изумительные совершенно. Вот вы посмотрите. Трансфер-фактор для детей. Пожалуйста, это все изумительные. Это вот одна только маленькая картинка. Если вы захотите подробнее узнать, информации очень много. Те, которые проводились, клинические испытания, те, которые проводились, какие-то наблюдения за детьми. Ну и, пожалуйста, у нас собственный ребенок великолепно совершенно развивается. Никаких особенных проблем не возникает. Вот такая ситуация. Пожалуйста, что еще важно для детей? Да безопасность. А вот смотрите, вот была у ребенка долевая пневмония, между прочим. Это очень серьезное заболевание. Без антибиотиков, 3 дня, трансфер-фактор попил. Все, организм справился с этим самостоятельно. Ну, я думаю, что подобные ситуации, когда возникает пневмония, это не надо сразу бросаться и ничего не делать, только пить трансфер-фактор. Трансфер-фактора, например, в принципе, не было. Конечно, лечить, с точки зрения практического врача, могу сказать, конечно, лечить надо комплексно. Ни от какого лечения, когда речь идет о спасении жизни, отказываться нельзя. Это очень важно. Вот. Что дальше? Рак желудка. А рак, это же вообще... Я после этого сейчас немножко расскажу вам истории, которые для меня побудили... Вы были для... Нас с Юлей были очень таким серьезным побудительным мотивом. Так вот, рак желудка, пожалуйста. Исследования проводились у нас в институте... В институте Блохина, Российской Академии Медицинских Наук. Пожалуйста. Вот проводились. Это испытания проводились на группах пациентов. Положительная динамика общесоматического статуса, нормализация показателей иммунного цитокина, интерферонного статуса и так далее. Вы можете почитать, кому интересно. Все это здесь описано. А что в реальности происходит? Кто этим руководил? А вот Киселевский Михаил Валентинович, дозяв в лаборатории клеточного иммунитета. Установлена была во время исследования совершенно уникальная ситуация. Трансферфакторы обладают таким мощным воздействием именно на культуру раковых клеток. То есть люди, они разные. Люди могут соблюдать решим, кто-то не соблюдать решим. А вот взяли просто культуру раковых клеток, поместили в чашки Петри и в одну чашку добавили к раковым клеткам кровь молодого здорового человека, во вторую просто насыпали трансферфактор, а в третью к этой крови добавили трансферфактор. Что получилось в результате? Пожалуйста, вот смотрите, до двое суток прошло 18% клеток уничтожено кровью молодого, здорового, не имеющего каких бы то ни было заболеваний человека. А там, где к этой же крови добавили трансферфактор, трансферфактор плюс, то вот у нас уничтожено было до 99% раковых клеток. Никакие препараты медицинские такого эффекта не давали до сих пор. За это, на основании этих исследований, основателю, одному из основателей компании For Life Research исследований для жизни, Дэвиду Лисенби, был вручен подчетный диплом за вклад именно в технологии лечения онкологических заболеваний. Вот какая высота. Между прочим, это же ведь проблема-то в чем с онкологией? Проблема в том, что иммунная система не работает. Она работает плохо, иначе бы онкология не развилась. То есть онкология – это уже крайняя степень истощения иммунитета. И когда начинают лечить онкологические заболевания, их лечат, чем? Химиотерапия. Химиотерапия уничтожает все быстро развивающиеся клетки в организме. Это два типа клеток. Это первое – это клетки онкологические, и второе – это клетки иммунной системы. И в результате лечения рака иммунная система падает еще ниже. Вы понимаете, что происходит? Трансферфактор – это прямая альтернатива. Но, по крайней мере, очень мощное подспорье. Мы это видим сегодня на своей практике очень ярко. И это очень нас радует, потому что у нас в руках есть метод, который очень помогает восстанавливать. Вот, пожалуйста, папиллома. Папиллома – это что такое? Это, с одной стороны, вирусное заболевание, с другой стороны, предопухолевое заболевание. Всего лишь две недели на классическом, в самом простом трансферфакторе и папилломы нет. Вот какие результаты интересные. Трансферфактор при онкологии. Смотрите, что происходит. Рак пищевода. Рак пищевода. Два месяца всего на все. Девять капсул трансферфактора классического и трансферфактора плюс, и все. И нет никакого рака пищевода. И не надо делать операцию. Это, кстати сказать, не значит, что у всех происходит именно так. Нет, это конкретный случай у конкретного человека. Все люди разные. У каждого разная иммунная система. Нельзя говорить, что это лечит сразу всех вот так. Но то, что это идет на пользу, и то, что это очень серьезный шанс для того, чтобы человек избавился от своих заболеваний, это однозначно совершенно. Это однозначно. Поэтому мы с вами имеем великолепный, совершенно инструмент. Дальше, чуть-чуть попозже, я вам расскажу более подробно, что это за инструмент. Сердечно-сосудистые заболевания. Это каждый второй человек, после 40-45 лет, в каждой второй, может даже больше, имеет уже проблему с артериальным давлением, у него уже повышенный холестерин, у него уже много всяких проблем. Если мы с вами подробнее потом рассмотрим какие-то сердечно-сосудистые заболевания на одном из следующих вебинаров, то я расскажу вам теории возникновения, откуда все это взялось, почему говорится о том, что сейчас атеросклероз, у нас до сих пор говорят о том, что он использует, возникает о том, что мы едим там жирную пищу. Да ерунда это все. Атеросклероз на 99% возникает от внутренней инфекции. Посмотрите дальше. Вот посмотрите, что бывает. Вот пришел человек с левой стороны, вот это вот коронарография, то есть это коронарограмма сосудов, сердечной мышцы. С левой стороны, там где белые, там уже практически нет сосудов. Вы понимаете, что происходит? И это уже все, прединфарктное состояние, это уже человеку уже плохо, у него уже он назначен на операцию по ортокоронарному шунтированию, однако у него не подходит очередь, он может быть боится, а может быть у него нет денег, он на операцию, а вот на трансферфактор есть, на трансферфактор кардио. 9 месяцев он идет трансферфактор кардио, все восстанавливается, никакой операции не надо. Как цена вопроса? Вот, пожалуйста, какие интересные ситуации. Что дальше? А вот еще один момент. Те самые аутоиммунные заболевания. У вас, кстати, тут есть какие-то вопросы, вы потихонечку их пишите, потом мы на них поотвечаем. Системная красная волчанка, неизлечимое заболевание, абсолютно неизлечимое. Вот у этой женщины была системная красная волчанка, она начала пить трансферфактор, достаточно длительное время принимала, и все, системной красной волчанки. Нет, она здорова, она чувствует себя хорошо. Я вам скажу, что эта вещь с точки зрения официальной медицины практически невозможна. Что мы с вами имеем? Вот мы что с вами имеем. Новые свойства трансферфакторов, которые открыли наши же ученые. Например, Многогранные, восстанавливающие, регулирующие действия на иммунную систему. Кстати, только российские ученые, только некоторые свойства. Мембрано-стабилизирующий эффект, то есть это стабилизация мембран, улучшение обменных процессов на уровне клетки. И это очень важно для того, чтобы организм работал правильно. Антиоксидантный эффект, это противодействие свободным радикалам, это одна из основных причин старения, одна из основных причин слабости, усталости, многих заболеваний. Адаптогенный эффект, это способность приспосабливаться, потому что именно перенапряжение адаптации, оно приводит к тому, что возникают заболевания в разных организме, в разных органах. Ну и все это вместе делает трансферфактор эффективным базовым продуктом в любых программах оздоровления. Посмотрите, какое действие трансферфактор. Трансферфактор ускоряет скорость ответа иммунной системы на угрозу. Вот это очень-очень важный момент. Первый же самый абзац, он как раз самый важный в нынешней ситуации, в условиях коронавируса, потому что в условиях коронавируса самая главная защита, как можно быстрее, чтобы иммунная система нашла адекватный ответ и уничтожила вирус. Должен работать специфический иммунитет. Если этого не происходит в течение первой недели, то, извините, проблема переходит уже в другую стадию. И вот как раз тогда развиваются очень тяжелые осложнения. Если же иммунная система работает корректно и правильно, этого просто не возникает. Увеличивает иммунную память, они запоминают хорошо очень все антигены, с которыми они встречаются. Сокращает время борьбы с инфекцией, повышает действие клеток натуральных киллеров. Вот это все то, что происходит с трансферфактором. Что говорил академик Воробьев в те годы, когда изучался трансферфактор, он был главным иммунологом Минздрава России. Достоинство трансферфакторов в том, что они обладают широким сфектором действия, абсолютно безопасны и безвредны. Вот это очень важный момент. Помните, что Гиппократ говорил? Примумны ноцеры. Любой, то есть прежде всего, не вреди. Любой лекарственный препарат обладает побочными действиями. Любой лекарственный препарат обладает какими-то противопоказаниями, какими-то теми негативными последствиями, которые нам совершенно не нужны. Одно лечит, другое калечит, как мы говорим. Так вот, трансферфактор никогда ничего не калечит. Он просто восстанавливает собственную иммунную систему, собственные защитные системы организма, и он восстанавливает это все, И вреда никогда не приносит. Не вызывает побочных эффектов, одинаково эффективны для взрослых и для детей. И вот смотрите, когда я узнал вот эту информацию, что получилось? Одновременно с этим, когда я изучал информацию, которую мне прислала Надежда Кутузова, одновременно с этим, когда мы начали уже, мы нашли трансфер-фактор в Екатеринбурге, у нас это было трудно сделать, но мы его нашли, начали принимать, начали получать собственные результаты, буквально пару слов, я об этом тоже скажу. Произошла ситуация, произошли три истории, которые на меня лично подействовали, но не знаковые истории, они действительно послужили толчком, который окончательно расставил все на свои места. Итак, первая история. Одна из моих бывших пациенток, достаточно молодая женщина, она заболела неизвестной инфекцией. Никто не знал, что это такое. Она стала заниматься, у нее была очень счастливая семейная жизнь, она родила четырех детей почти подряд, последнему ребенку было полгода, и она бросила, ну как бы, поскольку все это отдает детям, она все отдавала детям, у нее не было ни финансов, ни каких-то других возможностей, видимо, просто забывала об этом. Бывает такое, что женщины забывают о себе, все полностью отдают своим детям. Это с одной стороны хорошо, с другой плохо, о себе помнить надо обязательно. Так вот, что дальше произошло? Неизвестная инфекция. Неизвестная инфекция блокировала у ней дыхательный центр. Вот, и она просто лежала и умирала в реанимации, в инфекционном отделении. Попросила меня, поскольку она моя знакома была, ее мама попросила туда прийти, поговорить. Я пришел, поговорил с начальником этого реанимационного отделения, он сказал, ничего не знаем, ни один антибиотик не действует, единственная надежда на собственную иммунную систему. Но тогда у нас в руках трансферфактора еще не было, я к ней пришел, поработал немножко с ней, стало легче, но одновременно мы начали принимать трансферфактор вместе с Юлей, и уехали работать в город Нижневартовск. И через две недели девушку это выписали, через две недели мама звонит снова, и стало плохо, Наталья, давай приезжай. Мы говорим, мы уже не можем, у нас только через месяц, потому что у нас много народу, у нас работа, надо работать, надо людей лечить. Через две недели она позвонила, сказала, можете никуда не торопиться, вчера Наталья умерла. Вот, пожалуйста, если бы был трансферфактор в ее арсенале, этого бы однозначно не произошло. Мы тогда очень сильно пожалели о том, что мы не успели ей об этом рассказать, поскольку сами узнали об этом поздно. Вторая история. Рак желудка. Один наш хороший, добрый, знакомый, родственник, исполнился 2,260 лет, случился с ним стресс, и ему стало резко плохо, это дело было в Литве. Его положили на обследование, выяснили, что у него рак желудка уже в такой, в очень запущенной стадии. Не было никаких признаков до этого. Его лечили в Литве всеми доступными способами, какие только у них возможны были, но ничего не помогло, через месяц его не стало. Сейчас, понимая, что делает трансферфактор именно с противообхолевым иммунитетом, честно говоря, мы бы обязательно, мы очень сильно тогда пожалели, что мы не... Мы звонили тогда, мы уже говорили, мы уже знали про трансферфактор, мы ему говорили, принимай, ну, во-первых, это было уже в стационаре, а во-вторых, ну, по телефону разве можно рассказать такие вещи. Наверняка каждый из вас сталкивался с такими ситуациями, когда вы говорите абсолютно правильные слова, когда вы хотите спасти человека, вы точно знаете, что ему это поможет, а у него свое мнение. Он доверяет либо врачам стандартным методом лечения, либо еще кому, либо вообще в принципе вам не верит. И через некоторое время этого человека, к сожалению, не встает. Это, да, это бывает, и тут мы ничего сделать уже не можем. Третья история. У меня были друзья, ну, в смысле, они и есть, супружеская пара, замечательные люди, и я давно с ними уже дружил, я предлагал им принимать биологически активные добавки обычные, они их принимали, у мужа были проблемы очень серьезные с желудком, эти проблемы все прошли, все стало прекрасно, но изменились у них условия жизненные, муж перешел на работу, на другую работу перестали там платить зарплату, он очень сильно нервничал, случилось с ним прединфарктное состояние. Попадает он в больницу, у него как вот на той самой коронаграмме, которую я выше показывал, все сосуды забиты, процентов 70, наверное, было забито сосудов, и это была очень, очень тяжелая ситуация. Он принимал каждый божий день, утром и вечером, порцию добавок, всегда. У него перерывов не было, потому что это очень дружная семья, жена всегда следила за ним. Она ему говорила, вот ты утром пьешь вот это, вечером ты пьешь вот то. Все, он это делал. В том числе, там были препараты, продукты, именно биологически активные добавки, предназначенные для восстановления именно сердечной мышцы, для восстановления кровообращения. Результата-то не было, вот вам результат. И тут, я пришел к ним снова, сказал, вот трансферфактор. Ну, конечно, меня сначала сильно поругали, что я там говорил сначала одно, но когда я им рассказал о том, что трансферфактор действует, начали они его принимать, они мне поверили, через месяца два-три все восстановилось. То есть никаких проблем больше у него не было, на сегодняшний день живут они, чувствуют себя прекрасно. Вот, и никаких болячек-то нет. Вот, поэтому мы с ними встречаемся. Вот, пожалуйста, эти три истории, это знаковые истории для меня, потому что они показали, вот, вот они проблемы, а вот решение этих проблем. Итак, несколько слов о том, что же все-таки такое трансферфактор. Трансферфакторы, это не что иное, как молекула иммунной памяти. Это не витамины, не минералы, не лекарственные растения. Это молекулы иммунной памяти, которые предназначены для того, чтобы регулировать иммунную систему. Благодаря открытию Шерварда Лоуренса в 1949 году началась новая эра в развитии иммунологий. В 2000 году Керк Патрик установил молекулярное стерение трансферфактора. То есть, ну, что открыл, собственно говоря, Шервард Лоуренс? Он открыл, что иммунная информация, то есть, иммунитет, будем так говорить, против туберкулеза, при переливании крови от человека, у которого он есть, к другому, у которого его до сих пор не было, у того, у того, кому перелив, появляется уже иммунная, ну, как бы, совершенно другой иммунный статус. То есть, он уже, организм готов к борьбе с туберкулезной палочкой. С точки зрения медицины для этого необходимо после прививки минимум две недели. А тут это произошло буквально за два дня. И это все было очень удивительно. Назвали это фактором переноса иммунной информации, то есть, трансферфактором. Дальше начали изучать. С трансферфактором мы встречаемся в первые часы после рождения, потому что именно трансферфакторы, молекулы иммунной памяти, которые несут информацию, которые несут информацию о всех заболеваниях, которыми болела мама. Та, которая рожает этого ребенка. Это мама, это человек, это кошка, это собака. Все млекопитающие, у них механизм передачи иммунной информации именно такой. Трансферфакторы необходимы нам, чтобы выжить. Ребенок только после рождения, когда он только рождается, он еще есть, не хочет. На самом деле у него еды достаточно. Он питался от организма матери. Ему в первую очередь необходимо получить информацию для того, чтобы запустить свою иммунную систему и помочь выжить в той агрессивной среде, куда он попадает. То есть молозива матери. Смотрите, чем это у нас с вами обостряется. В чем, собственно говоря, сложность этой ситуации. Ситуация, вот чем, в чем особенность нашей нынешней ситуации. Ситуация заключается в том, что механизм этот одинаков у всех млекопитающих всегда. Всегда. И это было всегда на протяжении многих-многих поколений людей. То есть мама передает ребенку, ей передала ее мама, ей передала ее мама, и так дошли до динозавров. То есть это миллионы лет эволюции, механизм приблизительно одинаковый, передача иммунной информации. Но в 1922 году по каким-то неведомым причинам медицинские организации, управляющие медициной во всем мире решили, что молозиво это незрелое молоко, в нем мало белков, жиров, углеводов, пищевые ценности вынеска, и молозиво надо ребенку не давать, а подождать, пока оно восстановит свой баланс, то есть оно превратится из молозива превратится в молоко. И на протяжении всего 20 века практически мы с вами этого не получали. Не получали. Поэтому дети рождались слабые. В природе, если такая ситуация возникает, детеныш, как правило, не выживает. У нас с вами мы выживаем только потому, что у нас есть наше собственное дополнительное выхаживание. Вы вспомните, что я вам говорю. Мои первые впечатления детские это уколы антибиотиков, таблетки сульфаниламидов. Представляете, насколько это вредно для детского организма. Итак, все это было прервано. Каким образом восстановить эту ситуацию? Возникло много заболеваний, которых раньше не было просто. Сейчас минимум 30% людей имеют какие-то аллергические проблемы. Сейчас есть аутоиммунные заболевания, растут они просто в очень большой степени. Все это заболевание, в первую очередь, иммунная система. И связано это с тем, что иммунная система некомпетентна, дефектна. Она не получила тех файлов, которые должна была получить. И как раз таки именно трансферфактор помогает решить эту проблему. Потому что берем мы его из тех источников, которые вокруг нас есть. Там, где он никогда, вот этот механизм передачи информации не прерывался. Это млекопитающие, но у кого больше всего молозива? У коровы. Вот. И яйцекладущие. То есть там тоже точно передается информация, только это все находится в желтке яичного белка. Вот. Исследовали и выяснили, что базовая информация, она одинаковая. Она не видоспецифична, она одинаковая у всех позвоночных на земле. В 1989 году Уилсон и Пэдок запатентовали метод получения трансферфактора из молозива, коров и желтка куриных яиц. То есть само молозиво это вещь очень полезная, но самое главное то, что воздействует, то, что передает иммунную информацию напрямую, то, что никогда не вредит, это те самые молекулы, которых в молозиве всего лишь 2%. Мы с вами их получаем. Вот. Молекулы трансферфакторов состоят из 42-44 аминокислот и относятся к классу цитокинов. То есть это то, это как бы офицеры связи, если говорить армейским языком. Связь это основа управления войсками в бою. Так в уставе написано. И то же самое происходит в иммунной системе. Если нет связи между клеткой начальником в данной ситуации с правой стороны это Т-лимфоцит и клеткой подчиненным это фагоцит данной ситуации, то информация это не проходит и клетка либо не работает вообще, не активируется, либо она просто-напросто работает слабо. И вот за счет того, что вот эти механизмы нарушены у нас с вами на сегодняшний день, иммунная система работает приблизительно в 5 раз хуже, чем она должна работать. А вот теперь, пожалуйста, сравним, какое активирующее действие на иммунную систему оказывает трансферфактор в сравнении с другими наиболее известными иммуномодуляторами и биологически активными веществами, витаминами, минералами и так далее. Так вот, пожалуйста, посмотрите, если у нас в 5 раз снижена на 500% активность клеток натуральных киллеров, клеточного иммунитета, то всего-навсего, не более, чем на 42-43% мы с вами можем повысить, если мы будем повысить активность этих клеток, если мы будем применять даже самые наиболее популярные, те, которые разрекламированы, те, которые расхваливают, и они действительно полезные, какие-то биологически активные средства, например, шиитаки, мейтаки, кардицепс, молозива коровь, всего 23%, обратили внимание, да? А в чистом виде трансферфактор, даже простой, классический, уже 103% за тот же самый промежуток времени. Нет других средств, которые могли бы воздействовать на иммунную систему таким образом. Скорее всего, это связано с тем, что все-таки другие средства предназначены не совсем для иммунной системы, а все-таки для всего организма в целом. А вот трансферфактор непосредственно действует на саму иммунную систему. Вот, что мы с вами видим. Три фракции существуют трансферфакторов. Это тоже, когда я это осознал, честно говоря, на какое-то время, как практикующий врач перестал спать, потому что я увидел перспективы совершенно четкие. Вот они, три фракции наших, еще раз повторяю. Значит, первое, пробуждает ослабленный иммунитет в среднем в 5 раз выше, чем все другие иммуномодуляторы. Дальше, успокаивает перевозбужденный иммунитет. Это очень важно при аллергических реакциях и при аутоиммунных реакциях. Ни один иммуномодулятор подобным действием не обладает. В этом абсолютная эксклюзивность трансферфактора. Ну и еще один компонент, информирует, информирует, то есть, это антиген, презентирующая фракция, которая показывает иммунные системы всех врагов. Потому что иммунная система наша, она за время нашей жизни подвергается самым разным воздействиям патологическим. Со стороны вся наша жизнь вредна, сотовые телефоны вредны, дышим мы непонятно чем, едим мы непонятно что и так далее. Все это вместе, оно подавляющим образом действует в нашем иммунитете. Что делает трансферфактор? Трансферфактор приводит иммунную систему в состояние равновесия. Что, что не делает ни один иммуномодулятор. Именно по этой причине, что в составе трансферфактора есть разные фракции, одни из них повышают иммунитет, когда его надо повысить, другие из них понижают перевозбужденную иммунную систему, то есть часть иммунной системы, которая действует против своего собственного организма, это реальный шанс на лечение, избавление, полное избавление от аутоиммунных аллергических заболеваний. Вот, трансферфактор, потому что он выравнивает иммунитет, не имеет ограничений по срокам применения на самом-то деле. Но я вам скажу, сколько конкретно необходимо, это чуть попозднее. Итак, трансферфактор, это дирижер иммунной системы. Этот образ нашла моя жена, и мне он очень нравится, честно говоря. Трансферфактор, это действительно дирижер. Большие мечтатели переносят в мир новые. Благодаря этим людям, в первую очередь, Дэвиду Лисенби, и вот, естественно, Шерварду Лоуренсу, мы с вами имеем возможность пользоваться трансферфактором. 22 года налажено производство трансферфактора в промышленных масштабах. Трансферфактор, качество, свойства, как правило, Минздравом из самых разных стран. На сегодняшний день у нас с вами более, около 80 стран на своей территории разрешают применение трансферфактора для своих людей после, как правило, проверки Минздравом своими собственными специалистами. Поэтому везде, если вы поставите себе такую-такую цель, вы найдете доказательства своего применения, результаты клинических испытаний. Все это, пожалуйста, все это есть при желании. Меня, как практического врача, интересуют не исследования, а практические результаты. Мы занимаемся 11 лет, 12-й год уже, считайте, применением трансферфактора на практике. Могу сказать, что практически всегда его можно применять очень уверенно. Вот это награды, которые получает ежегодно, получает компания Full Life. И чем дальше, тем все больше и больше наград. На сегодняшний день уже существует 6 патентов Соединенных Штатов Америки, более 30 патентов разных других стран на производство трансферфактора и на качество этой продукции. Поэтому, пожалуйста, продукт чрезвычайно широко изучен и очень доказана его безопасность и его свойство. Вот медико-консультативный совет Евразии. Вы знаете, я думаю, что если вы зайдете в любой офис Full Life, в любой практически, то все стены, по крайней мере, у нас в Екатеринбурге, это совершенно точно, там места нет. Там все портретами. Это вот только наша Евразия, вот этот совет Евразии. А там еще есть мировые лидеры, международный, американский медико-консультативный совет и так далее. Все это те люди, которые изучали трансферфактор. Все это известнейшие ученые, которые доказали его качество, его эффективность. Вот то, что мы имеем в России. Ну, скажу сразу, в Соединенных Штатах более 100 наименований у нас всего лишь 13. Ну, то все, что вы видите, все, то и есть на сегодняшний день. Но, хочу сказать, опять же, с точки зрения практикующего врача, этого вполне достаточно для того, чтобы получать эффект при самых-самых разных заболеваниях и чтобы в принципе не болеть. И чтобы в принципе не болеть. Что мы с вами имеем? Трансферфактор это простое решение сложных проблем. Пожалуйста. Сложные проблемы. Очень часто врачи не знают, как подойти к решению той или иной задачи. Многие врачи искренне, очень искренне хотят со знанием всех своих, с учетом всех своих знаний, хотят помочь людям, но не всегда могут это сделать. Так вот, пожалуйста, в таких ситуациях трансферфактор нам в помощь. Оптимальные сроки использования. Сколько нужно принимать трансферфактор? Посмотрите, пожалуйста, колонка, которая вертикальная. Вот здесь цифры. Цифры эти говорят об количестве, наличии единиц условных, будем так говорить, активности клеток иммунной системы. Вот, отличное здоровье находится, начинается где-то с 250 приблизительно таких клеток. То есть клетки натуральные киллеры должны быть в оптимальном состоянии. Это практически, ну не стопроцентное, но близкое к этому защита против онкологических заболеваний, защита против заражения вирусами, потому что именно клетки натуральных киллеров защищают нас от этих двух категорий опасных патогенов. Так вот, в норме, не то, что в норме, если вы сейчас пройдете проверять, если вы никогда не принимали трансферфакторы, пойдете проверять иммунограмму и попросите посчитать количество клеток натуральных киллеров, то у вас будет где-то около, ну где-то от 40 до 70 в среднем возьмем 50, а надо 250. И вот за время применения трансферфактора количество этих клеток нарастает. Только тогда, когда у нас уже будет устойчиво находиться вот в районе 250 хотя бы, а это 9-10 месяц. Вот этим определяется, собственно говоря, время приема трансферфактора, то есть желательный прием не меньше 9 месяцев. Клетки иммунной системы постоянно обновляются. На смену старым отжившим приходят новые молодые клетки. Новые клетки получают информацию и обучаются с помощью трансферфакторов. Все клетки иммунной системы обновляются за 9 месяцев. Чтобы новые клетки получили правильную информацию, трансферфактор должен поступать в организм как минимум в течение 9 месяцев. Вот о чем мы с вами говорим. Это обоснование. А дальше что происходит? Вся наша жизнь давит. Стрессы, стресс-факторы. Вот потихонечку обычные люди как идут? Они потихонечку спускаются. Здоровье, адаптация, дезадаптация, предболезнь и болезнь. Все. Ничего хорошего нет в жизни. А трансферфакторы позволяют вам вернуться туда, где вы себя чувствовали хорошо, где вы были молодыми, где вы будете дальше. Так. Сейчас еще пару слов скажу, тогда буду отвечать на вопросы. Смотрите. Идеальное состояние здоровья. Это красная диаграмма. Красный график. Красная линия. Зеленая линия. Нет, черная линия. Это состояние здоровья обычных людей. Когда где-то лет после 40, с 30 даже, вы начинаете под горку спускаться вниз, 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 и чем дальше влезть, он хуже и хуже. Приходите к врачу, а вам говорят, а что вы хотите? Вам уже 35 лет. Пора уже, пора. Или там 40, или 50, а если 60, вообще можете к врачу не ходить. Потому что врач сам не знает, что с вами делать. Так вот, на самом деле, делать надо очень простую вещь. Нужно начать обязательно принимать трансферфактор. Тогда ваше здоровье будет стремиться к тому, чтобы совместиться именно с той идеальной линией, при которой жизнь совершенно будет иметь другое качество и будет играть совершенно другими красками. Итак, кому нужны трансферфакторы? Здоровым, для повышения качества жизни и омоложения. В предболезни, для повышения резервных возможностей иммунной системы. Больным, в комплексах программах для коррекции работы иммунитета. Детям, для повышения резервов иммунной защиты и животным. Всем, кто нас окружает, всем, у кого есть позвоночник, нужен трансферфактор для того, чтобы мы с вами не болели. Вот, пожалуйста, тут еще список. Вы можете применять трансферфакторы в самых разных ситуациях и вы будете только чувствовать себя все лучше, лучше и лучше. Я вас очень прошу, не доводите себя до уже крайнего состояния. Ведь наши люди как обычно думают, «Да зачем я здорово? Ничего, все нормально». В моей практике, к сожалению, не раз бывали случаи, когда говоришь человеку об этом, он говорит «Так мне зачем? Я же здорово, все хорошо, у меня ничего не болит». А потом вдруг, через пару лет, выясняется, что там уже, извините, онкология в крайней степени, когда даже трансферфактор уже не помогает. Пожалуйста, займитесь профилактикой, настоящей профилактикой. Когда ваша иммунная система оптимально сбалансирована, все системы организма находятся в состоянии полной готовности, вы себя просто прекрасно чувствуете. Вы понимаете, качество жизни совершенно другое. Совершенно другое качество жизни, которое, вот здесь все написано, кожа эластичная, молодая, энергичные, дееспособные. Ваш организм будет использовать освободившуюся энергию на разнообразные деятельности. Вот. И жизнь просто в радость. Это, понимаете, это очень здорово. Это очень здорово. Ну и вот, пожалуйста, трансферфактор, это категория продуктов первой необходимости. Можно сэкономить на чем угодно, но, пожалуйста, не экономьте на собственном здоровье. Потому что, вот наши дети, здоровье наших детей, вот это наш сын, Елисей, который играет вот этими БАДами с трансферфакторами еще в старой упаковке. Сейчас ему уже, скоро будет 10 лет. И он так же точно ест это все в новой упаковке. Ему это очень нравится и он это не пропускает никогда. Вот. Дети, наше счастье, наше будущее. Здоровье. Здоровые дети, здоровые нации, здоровые государства, счастливые родители. И вот смотрите. Здоровье – основа всех достижений. Ведь очень важно здоровье не просто для того, чтобы хорошо себя чувствовать, а чтобы еще и что-то сделать в этой жизни. Потому что смысл нашей жизни заключается все-таки не в том, чтобы быть здоровым. Здоровье – не цель, здоровье – средство. Здоровье для того, чтобы мы могли понять, для чего мы пришли на этот свет. Чтобы мы достичь самовыражения. Понять, на что мы еще способны. Это очень интересно. Это очень познавательно. Интересно понять. Не хочется реализовать себя. Но и хочется дожить до смысла жизни. До понимания смысла жизни. До жить. Понятно, да? Для этого нужно вам здоровье. Итак, пожалуйста, давайте сейчас 11 лет мы применяем трансферфакторы в практике. Давайте попробуем ответить на какие-то вопросы, которые у вас есть. Да, естественно, при приеме трансферфакторов бывают обострения. Почему? Это не всегда бывает, не в 100% случаев. Но чем больше у нас с вами хронических заболеваний, тем чаще и тем вероятнее возможность обострения. Обострения бывают, как правило, не очень длительные, но может быть даже выраженные. Например, когда я начал принимать трансферфакторы, у меня обострение случилось через 2,5 месяца. Меня высыпали все вирусы герпеса, которые 10 лет до того меня донимали. Продолжалось это где-то неделя. Вот. И все. И все. 11 лет с тех пор. Я вообще не знаю, что такое герпес. Я не знаю, что такое вот эти болезни. В процессе, кстати, бывали и другие. У меня было... Я в детстве много болел. У меня были заболевания легких. Вот. Пневмонии были. Там много чего у меня было. И это тоже периодически начинало проявляться в каких-то ситуациях. Видимо, иммунная система уже дошла. Когда мы начинаем пить трансферфактор, иммунная система просыпается и начинает видеть кругом непорядок. Наводить порядок просто элементарно. Потому что, когда она слаба, она просто как бы, ну, в лучшем случае блокирует инфекцию, но не уничтожает ее внутри организма. И она сидит и ждет лучших времен. А это, между прочим, основание для того, чтобы дальше возникали самые разные неприятные заболевания. Как-то болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и так далее. Очень много подобных заболеваний связаны с накоплением и с постепенной деятельностью медленно текущей вирусной инфекции. То есть, обострения бывают. Передозировка самого в чистом виде трансферфактора невозможна. Тут недавно у нас ребенок съел на всякий случай целую упаковку классики. Вообще всю за полчаса примерно прекрасно себя чувствует, слышишься, никаких проблем. Ну, увлекся человек, понимаете, понравилось ему. Ну, увлекся и увлекся. Но, в принципе, необходимости в том, чтобы есть такие, употреблять такие большие дозировки, как правило, возникают очень редко. Она бывает, но это тема отдельного совершенно разговора. На самом деле, лучше пользоваться теми количествами, которые рекомендованы. Еще раз понимаю, для профилактики каждая баночка рассчитана на месяц приема. Количество капсул делите на 30 дней и получаете количество капсул в день. Тогда никакой передозировки не бывает. Другое дело, у нас есть два продукта, которые содержат только трансферфактор. Это трансферфактор классический и трансферфактор плюс. Все остальные трансферфактор, содержащие продукты. В них много других компонентов. И вот на эти другие компоненты теоретически бывает и может быть индивидуальная непереносимость. Если у человека есть аллергия, надо просто смотреть. Сначала потихонечку применять. Вот видите, как хорошо. На день рождения съела 40 капсул. Молодец! Поздравляю! Это только большая польза для вашего организма. Трансферфактор абсолютно безопасен. И сам трансферфактор классика и трай. Остальные просто нужно смотреть по дозировкам. Они тоже безопасны, но во всяком случае надо с головой дружить все-таки. Энерджи понимает ли давление? Официально да, противопоказания для Энерджи, поскольку там стимуляторы сплошные, давление должно повышаться. То есть это официальное противопоказание, ну с моей точки зрения, здравый смысл опять же подсказывает, при гипертонической болезни. Однако, в нашей практике, судите сами, есть люди, у которых очень серьезная гипертония много лет ни о чем не проходит, начинают пить Энерджи регулярно, систематически и давление у них приходит в норму. Почему так происходит, я сам не знаю. Вот, а разрыв сосудов в глазах может происходить от недостатка определенных веществ, которые укрепляют сосудистую стенку. Вот, но вот видите, вот в практике, да, официально вроде бы это стимуляторы должны повышать. На самом деле, реально, нужно просто смотреть, люди разные, индивидуальные люди. Вот, тромбоцитопенея, но это тоже интересный вариант. Причины могут быть совершенно разные, весьма вероятные, частая причина, это иммунный процесс какой-то, который связан с тем, что нарушается, нарушается выработка тромбоцитов, какие-то механизмы нарушаются, какая-то сломка происходит. В нашей практике, сразу могу сказать, применение достаточно больших дозировок три-фактора и плюса вместе, приводит к тому, что тромбоциты, уровень тромбоцитов нормализуется через какое-то время. Системный подход. Чем сложнее проблема, тем больше должна быть дозировка, но не сразу же, не с первого дня. Потихонечку надо входить в это дело, потихонечку, потому что, когда есть много проблем, если сразу резко начинать с больших дозировок, да, если сразу начинать с больших дозировок, то вероятность обострений. Это не вредно, от этого не будет каких-то осложнений и так далее, но обострения могут быть довольно резкие и человеку это может очень сильно не понравиться. Чтобы этого не было, мы начинаем потихоньку, потому что, опять же, люди разные, чувствительность организмов разная. Кому-то надо 40 капсул, кому-то и одной достаточно, и половинки даже, но это редкий случай. Чаще всего, все-таки средняя дозировка, каждая упаковка рассчитана на месяц профилактического применения. Так, что еще? Что еще? Какие у вас тут вопросы есть? Нужно ли влиять общими БАДами на аутоиммунные процессы? На аутоиммунные процессы в первую очередь влияет, безусловно, сам трансферфактор и только он. Больше ничего. Общие БАДы, конечно, нужны для того, чтобы в целом состояние организма было нормальным. Еще раз напоминаю, 90% клеток нашего организма это клетки соматические, которые тоже нуждаются в поддержке. Им нужны витамины и минералы. Минеральные вещества. Все это нужно обязательно. 15 витаминов, 30 минералов в индополож. Но, что касается клеток иммунной системы, аутоиммунный процесс это в первую очередь нарушение деятельности клеток иммунной системы. Им нужна вот в первую очередь трансферфактор и его фракция супрессорная, которая успокаивающая. Вот. Второй трансферфактор плюс самый лучший, самый, ну я сам невролог, могу сказать, что самый любимый препарат неврологов это трансферфактор плюс. На сегодняшний день есть еще и, конечно, рекол, но трансферфактор плюс все-таки чемпион именно поэтому. И он, в общем-то, в системном, при системном применении приводит к успокоению нервной системы. Ну, насчет того, чтобы избавиться от зрелой катаракты в возрасте 90 лет, это крайне сомнительный вариант. Тут, я думаю, уже немножко опоздали. Порог сердца у маленького ребенка. Конечно, безусловно, трансферфактор в обязательном порядке. Не знаю, сколько лет ребенку, но это программа универсальная. Это трайфактор, это плюс и это трансферфактор кардио. Еще, естественно, конечно, всегда добавляйте протеэф. Про протеэф у нас вебинары постоянно идут. Протеэф это уникальный совершенно продукт, который является ничем иным, как ремонтным набором для любого, для любого абсолютно человека в любом возрасте и для ребенка тоже, потому что мы все состоим из белков, а белки состоят из аминокислот. От шума в ушах рекол и кардио, потому что шум в ушах происходит от двух причин чаще всего. Это либо шейный остеохондроз, либо атеросклероз. Вот скорее всего вот так. Как правило, когда начинаешь пить именно трансферфактор, у меня есть хорошие очень результаты по кардио у моих пациентов. Там начинали пить и шум в ушах прекращался. В общем, даже мы с ним никаких процедур не делали. При смене климатических поясов адаптогены нужны в первую очередь. До назначаемого периода. Вот у нас скоро будет замечательный совершенно продукт Реавида. Вот он как раз предназначен для того, чтобы быстро, быстрыми методами, быстрыми способами восстанавливать в первую очередь адаптивные свойства организма. Адаптивная адаптация это способность приспосабливаться к изменяющимся ситуациям. Пейте любой трансферфактор, все будет хорошо. Но основная базовая программа универсальная это Трай и Плюс. Даже если просто будете его применять в дозах профилактических, это будет очень хорошо. Ну, Трай и Рекол для ребенка ЗПР пить пока у него ЗПР не пройдет. Я думаю так. Между прочим, наш ребенок, у него, слава Богу, ничего подобного нет. Но он с 10-ти дневного возраста пьет и пьет по сей день и не собирается бросать. Ему это очень нравится. Потому что еще раз повторю, трансферфактор это не гормоны, это не сильно действующие препараты, это просто создание оптимальных условий для работы организма. Кого угодно, ребенка, вот, но так, опыт лечения псориаза. У меня были люди, которые с псориазом, но я не занимаюсь специально псориазом, у меня немножко другая специальность, поэтому не так часто они к нам попадают. Скорее всего, в качестве вспомогательного какого-то побочного лечения. Как правило, результаты очень хорошие. При системном. Единственное, что здесь надо понимать, что нужно не меньше 9 месяцев принимать это дело. Потому что бывает такая ситуация, человек 2-3 месяца пропил, у него все проявления псориаза прошли, он радуется, бросает это все, а через какое-то время снова возобновляется. Поэтому надо обязательно добраться терпения. Терпение. Вот тут идет да. При протрузии позвоночника, это вообще моя специальность, я занимаюсь постоянно лечением именно этих проблем. В первую очередь это протрузии, это грыжи, это проблемы связанные с позвоночником. Могу сказать, всегда действует трансферфактор. Здесь универсальная программа Трайфактор и Трансферфактор плюс. Чем хуже ситуация, тем больше дозировка. Для профилактики это по капсуле три раза в день. Если проблема достаточно серьезная, по две капсулы три раза в день. Трай и плюс. И протеэф. Всегда рекомендую добавлять к любой программе протеэф. Вот. При подагре. В общем, все это изменения в первую очередь обменных процессов. Поэтому, пожалуйста, помните об этом. И у нас есть программы самые разные. Поэтому, для того, чтобы обменные процессы, подагру и так далее в норме поддерживать, у нас есть прекрасный детокс вместе с клюковочем. У нас есть много очень программ. Пожалуйста, подключайтесь к вебинарам. У нас много есть специалистов, которые вам подскажут. Это первое. Второе. У нас же есть книжка, которую мы написали. Называется «На трансферфактор. Ключ к здоровью». Там программы практически на все случаи жизни расписаны. Поэтому, пожалуйста, вот, лечение рассеянного склероза. Есть опыт лечения рассеянного склероза. Хороший опыт. Еще раз. Это аутоиммунное тяжелое заболевание. Если чем раньше начать, тем лучше, тем больше будет лучший результат. И чем длительнее, тем лучше. Лечение лечебного рассеянного склероза до достижения стабильного состояния, до достижения состояния полной ремиссии, длительный период времени. Нужно его пить достаточно длительно. Год, полтора, два года и так далее. Аутоиммунные заболевания, все зависит от состояния конкретного человека. Организмы все разные. Поэтому здесь опять же при рассеянном склерозе программа универсальная трансфер-фактор трай, трансфер-фактор плюс и протеэф. Можно еще и другие программы смотреть. Кардио тоже бы хорошо здесь. на фоне аллергии золотистой стафилококк ничего не знаю, потому что мы с этим делом честно говоря сильно это не имели. Я же не педиатр и не инфекционист. Насчет состава продуктов в чем я абсолютно убежден. Ничего лишнего, ничего вредного в составе трансфер-фактора по определению быть не может. Там очень серьезный медицинский консультативный комитет, там очень серьезный подход к качеству продукции. Поэтому если даже есть какое-то сомнение в том, что это может быть вредно, его туда просто не доставят. Мальтодексерин это всего лишь кусочки крахмала в тех количествах, в которых они содержатся. Они используются абсолютно в любых капсульных препаратах для того, чтобы разрыхлялось, для того, чтобы можно было все это дело принимать внутрь. Никакого вреда они не применяют, не имеют абсолютно. Вот. Это сложный углевод, вот который необходим просто. Но вынашивание беременности в обязательном порядке, пожалуйста, применяйте, ну, как минимум, классику. На самом деле, беременную женщину можно применять все. На наших чатах вся эта информация регулярно есть. У нас очень много есть результатов по вынашиванию беременности, по зачатию и так далее. Пожалуйста, вы можете посмотреть. При любых заболеваниях, связанных с артрозами, артритами, универсальная программа Трай Плюс и при щитовидке тоже. Она же универсальная программа Трай Плюс. Если хотите знать более подробно в деталях, пожалуйста, первое, вы можете обратиться к нашим книгам, которые есть у нас практически в каждом центре. Трансферфактор Ключ Здоровья и о Трансферфакторах подробно. Две книги, в которых все это очень подробно написано с расписыванием подробных программ, с конкретными результатами. Это первое. Второе. Ну, если вы хотите, я могу написать свой почтовый адрес, можете туда написать, если у вас есть желание. Пожалуйста, смогу, отвечу. Сейчас я вам свой почтовый адрес напишу. Пожалуйста, обращайтесь. Значит, ну, я думаю, что время нашего вебинара уже прошло, мы уже немножечко зашли дальше, поэтому давайте будем заканчивать. Если вопросы у кого-то есть, пожалуйста, пишите, пишите, о чем угодно, в том числе можете писать отзывы о книге, может быть, какие-то будут у вас замечания, мы их с удовольствием воспримем, потому что эта книга закончится, тираж надо будет делать следующий, наверняка мы что-то будем включать туда новое. Вот если ваши будут какие-то пожелания, я думаю, что это будет очень здорово. Мы будем с удовольствием мягко воспринимать. Итак, спасибо вам большое, спасибо, мне было с вами приятно очень общаться, давайте будем пока прощаться. Будьте здоровы! прощаться.